Девушки отдыхают 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 Но все-таки свисток прозвучал и так 32-й тур. Австрийская Бундеслига. Синхронно начинаются все матчи, как и положено последнему туру. И вот такой удар Секу Койтон на 15-й секунде по воротам соперника. Напомню, что Red Bull, так называемый главный турнир, выиграл и имел 4 очка преимущества над штурмом, который завершил главный турнир на второй строчке. Но затем таблица поделилась пополам. Первая шестерка отправилась в чемпионский плей-офф. Команды с 7 по 12 места в группу вылета. И очки тоже поделились пополам с округлением в меньшую сторону. И после этого вот уже 10 игр и все не так здорово у Red Bull. Как вы понимаете, это преимущество он не то что растерял, а даже упустил. Но вот смотрите, когда начался чемпионский плей-офф, кстати, штурм обыграл тогда Зальцбург 31 марта со счетом 1-0. Но после этого 3 поражения, 2 ничьих и 2 победы в 7 матчах. Всего лишь 8 очков набрал Зальцбург. И это, конечно, для такой команды, которая гегемон своего турнира катастрофически мало. Что касается игр с Ласком, то в этом сезоне в пятый раз играют команды. Как вы понимаете, две игры в главном турнире. Вот вторая игра в чемпионском плей-офф и еще в Кубке Австрии. Команды встречались. Начнем по порядку. 21 октября прошлого года Ласк выиграл 1-0. Затем 2 февраля в Кубке Австрии выиграл Рэдбул 3-2. 9 марта выиграл в ответной встрече главного турнира 1-0 Рэдбул. И 12 апреля в прошлом месяце в чемпионском плей-офф уступил 1-3. Так что после четырех матчей этого сезона между Рэдбулом и Ласком боевая ничья 2-2. Две победы у команды из Зальцбурга, две победы у команды из Линца. Да. Ласк уже точно третий. Он будет играть в квалификационном раунде Лиги Европы. Ну а Рэдбул-то точно ниже второго места не опустится. То бишь сыграет в квалификации Лиги Чемпионов. Напомню, что со следующего сезона Лига Чемпионов проходит по новому формату. Поэтому называть главный турнир или групповой этап немного неверно. В общем, просто скажу так, что штурм в случае победы сегодня на Даустре и Клагенфурт станет чемпионом Австрии. И точно сыграет в Лиге Чемпионов. А вот Рэдбул, если займет вторую строчку, ему необходимо будет пройти определенную квалификацию для попадания в главный турнир Европы. На этом, я думаю, можно завершить все вот эти бюрократические нюансы. И давайте погрузимся в игру. Рэдбул идет в атаку, подача в штрафную. Открывается Карим Канате. Канате очень хорош, 19 забитых мячей сами за себя говорят. При этом всего 20 лет молодому Ивуарийцу, который уже стоит 15 миллионов евро. Карим Канате выиграл Кубок Африканских Наций вместе с Кодо Ивуаром у себя на родине. В этом году, в начале года. И в Рэдбуле просто шикарно себя проявляет. Ласк. Здесь оперативный простор у американца Джорджа Белло. Но он как-то воспользовался им совсем непонятно. И в итоге аут кое-как заработал. И то здесь не очень уверенная игра в обороне. Флавиус Данилюк не разобрался, что ему делать с мячом, который подарил ему Джордж Белло. Белло. Ласк атакует левым флангом. Бериша опытнейший. Красиво. Любичич прокинул между ног сопернику. Но там подстраховал Страхинья Павлович. Вот он на ваших экранах. 23-летний. Пока еще, точнее, даже 22-летний. 24 мая. Через 5 дней. 23 года будет Страхинья Павлович. Ну что ж, пятая минута. Я специально не буду говорить результат параллельного матча между Штурмом и Аустрией Клагенфурт. Или как? Или давайте, ну, я буду говорить, выключите звук. Вы выключите звук буквально там на 30 секунд. За это время я скажу, что и как происходит. С другой стороны, вы можете переключаться между каналами Старт и Старт Триумф. А также подписываться на наши социальные сети. Я думаю, в телеграм-канале телеканала Старт все будет моментально отображаться. Любое изменение в счете. Первая пятиминутка позади. Вот он, Томас Дараж сам. Пытность свою игроком. Поиграл во многих клубах австрийской Бундеслиги. В частности, в Венской Аустрии. Ну, и смена тренерского штаба в этом сезоне во всех клубах актуальна. Недовольна результатами. Ну, хотя ласку-то чего? Недовольствоваться. Третье место – это вполне себе результат. Канате набирает скорость по правому флангу. Входит в штрафную. Будет простреливать. И заработает угловой. Ивуарийский нападающий. Канате невысокого роста. Очень скоростной. Всего 178 сантиметров. Хотя 178 – это вполне себе рост. Да, это он на фоне Филиппа Цирайса. Такой невысокий. А так-то метр семьдесят восемь не сказать, что низкий. Другое дело, что рост немецкого защитника «Ласка» 189. Подача с правого фланга. Играет на выходе. Не очень удачно! Не очень удачно Тоби Аславаль. И в последнем своем матче за Red Bull Секу Койта забивает свой очередной гол на седьмой минуте. Прошивает он не только вратаря, но и защитника. Пожимает руки Онур Джинелу. Ну что ж, не зря, значит, вручили букет цветов Секу Койта за его шесть лет в клубе. В своем 106-м матче 42-й мяч забивает за Red Bull Зальцбург этот малийский форвард или атакующий полузащитник здорово обработал мяч. С левой в касание пробил. И Филипп Стойкович не смог остановить этот удар. Здесь еще и Лаваль сыграл не очень удачно на выходе. Как бы то ни было, Red Bull с места в карьер начинает этот матч. И сразу переходит от слов к действиям, потому что, ну все уже, все, что можно растеряли, сами себя в эту западню отправили. И теперь необходимо выбираться из этой ямы. Седьмой гол в сезоне у малийского игрока Red Bull. И, как я уже сказал, 42-й в карьере за Red Bull. Где продолжит дальше карьеру Секу Койта пока непонятно. Но я думаю, даже он сам об этом, если и знает, пока, естественно, не говорит. Еще одна контратака. Оскар Глух по левому флангу. Хорошие скорости. Сегодня Сучич, сами игроки из Ласка, привозят себе второй мяч. И за минуту два гола в ворота Ласка отправляет Red Bull. Лука Сучич заставляет Анура Джинелла еще раз пройти вот таким маршем вдоль скамейки запасных. И отбить всем эти пятюни. Конечно же, вскакивают со своих мест болельщики. Бодрейшее начало от Red Bull. И вроде бы не прошла здесь передача от Оскара Глуха. Сейчас еще раз на повторе посмотрим. Но защитник Ласка сам выкатил на хорватского капитана Red Bull. Вот здесь потери. И смотрите, кто это? Это Секу Койта поборолся в центральном круге. Нет здесь положения вне игры. Канатэ вовремя притормозил. И вот кто же это? Максим Толоверов. Не очень. Точнее не то, что не очень, а совсем неудачно подкатился. И в итоге, как в бильярде, продолжил эту передачу Оскара Глуха. Ну а здесь Лаваль вновь, на мой взгляд, играет неудачно. Ничего здесь сверхъестественного Лука Сучич не делал. Но как бы то ни было, счет уже 2-0. И Зальцбург в лайв-таблице точно выходит на первую строчку. Второй гол в сезоне всего у Луки Сучича. И какой важный. Давайте запротоколируем. Седьмая минута. Секу Койта. Восьмая минута Лука Сучич. Ну, я думаю, о таком развитии событий болельщики и тренерский штаб Red Bull мог только мечтать. Не прошло и восьми минут. А они уже 2-0 ведут. Что-то в стиле Леонида Филатова сейчас я. Двустишь я рассказал. Но и Ласк. Не наложил на себя руки. Атакуют гости. Джордж Белло падает на линии штрафной. Данилюк даже не обратил на него внимания. И очередная контратака разгоняется у Red Bull. Булла быстроногие, конечно, форварды. Что Карим Канате, что Секу Койта. Ну, Рокошимич не скажу, что быстроногие. Вот она таблица. Да, видите, я молчу, ничего вам не говорю. Но в режиме лайф нам, конечно, сегодня будут показывать турнирную таблицу. И Red Bull сейчас на первой строчке. Тут и разница забитых и пропущенных в пользу Зальцбурга. Тут и личные встречи в пользу Зальцбурга. Поэтому Штурму сегодня в Клаген... У себя дома, прошу прощения, Штурм играет. Над Клагенфуртом нужна только победа. И это, в принципе, по силам. По силам команде изграться. Но пока что вот при таком раскладе, если Штурм сыграет в ничью, а Red Bull выиграет, то 11-й год подряд чемпионом станет Red Bull Зальцбург. А вообще 18-й раз выиграет чемпионат Red Bull, если выиграет. 14-й раз он выигрывал как Red Bull Зальцбург, ну и до этого выигрывал 3 раза как Зальцбург. Еще до приобретения клуба известной корпорации. Пока что, честно говоря, вот за эти 10 небольших минут неразбериха абсолютная. Раздрай в обороне ласка. Непонятно. Вот эти три защитника, Лухинедер, Цирай, Стойкович, особенно не защищаются. Полузащитники особенно крайние. Будь то Джордж Белла и Санусиба. К ним не опускаются Белла. Мы регулярно вот даже сейчас видим в атаке навес неточный. Ба мяч оставит в игре. Но уже опустились игроки Red Bull и только позиционные атаки. Можно довести мяч до ворот. Но свистят трибуны. Видимо, кто-то из игроков. Да, это Секу Койта лежал на газоне, поэтому выбивают мяч футболисты Ласка. Хотя Вальд Ральтман игру не останавливал. Койта уже поднялся. Но, с другой стороны, будем честны, что острая фаза атаки-то уже прошла в Ласка. И вот это позиционное катание мяча справа налево. Можно было и выбить его за боковую. Сейчас, тем более, Red Bull его вернет по принципам фэйрплей. Причем вернет, я думаю, Канате даже далеко выбивать не будет. Или все-таки выбьет? Нет, все-таки выбьет. Карим Канате от греха подальше. А это не запрещено. Тобиас Лаваль. 23 года этому вратарю. Ну и сегодня он пока что, да, ну не скажу, что... Но в первом случае, мне кажется, сыграл вообще не уверенно. Хотя стоит полтора миллиона евро. Вот австрийский вратарь. Это для Ласка, чья стоимость всего клуба меньше 26 миллионов, конечно, много. Red Bull стоит 225 миллионов евро. И там есть игроки, которые стоят достаточно прилично по мировым меркам. Тот же самый Страхинья Павлович, центральный защитник. 25 миллионов евро. Его трансферная стоимость сейчас. То есть, как весь Ласк стоит практически Страхинья Павлович. Еще и Амар Девич травмирован. Тоже крайний защитник боснийский. 20 миллионов. Оскар Глух 20 миллионов. Ну и я думаю, вы знаете, да, что Red Bull Salzburg это такой поставщик кадров. Здесь обкатывают игроков. Из суперзвезд, которые прошли школу Red Bull, это, конечно же, Садио Мане. Ну и куда же без него? Это, как вы понимаете, Эрлинг Холланд. Все они были в Red Bull когда. В Red Bull Salzburg. Red Bull много. Ну и Холланд и Мане прошли школу Зальцбурга. Так что вполне возможно кого-то вот из этих ребят, того же Карима Канате, мы увидим и в больших, действительно серьезных клубах. Не скажу, что Red Bull маленький клуб, все-таки регулярно участвует в Лиге Чемпионов. И в этом году-то неудачно сыграл, поэтому и смена тренера произошла. Там даже достаточно было сыграть с Бенфикой в последнем туре у себя дома вот на этом стадионе Red Bull-арене в ничью и выходили бы в Лигу Европы. Но Пенфика свое взяла тогда. Но все же, да, я имею в виду, что в больших клубах это клубы, которые добираются до четверти финала Лиги Чемпионов, которые занимают топ-4 место в топ-5 чемпионатов Европы. Ну, даже в топ-4, да, потому что четвертое место чемпионата Франции. Будем честны, на мой взгляд, немножечко раздутая история в Испании, в Италии, в Англии и в Германии. Вот эти чемпионаты я называю топовыми. Думаю, вы со мной соглашаетесь. Францию для красивого числа, для красивой формулировки топ-5 туда обычно добавляют. Но мы отвлеклись. Треть первого тайма позади. Ласк атакует. Удар! И перед собой отбивает мяч Тимо Хорн. Джордж Белло на подборе. Вторая волна атаки Ласка. Красивый удар, но это уже точно, но не сильно. Марин Любичич, самый дорогостоящий игрок Ласка, пробивал. 2,5 миллиона евро стоит этот 22-летний Хорват. Ну, а вот здесь гораздо опаснее, на мой взгляд, был удар. Это Санусиба пробивал. Кулаками Тимо Хорн отбил мяч. Пусть и по центру, но достаточно далеко от ворот. Итак, шестнадцатая минута заканчивается. Напомню, на седьмой Секу Койта и на восьмой минуте Лука Сучич отличились у Рэдбула таким образом 2-0. Принято говорить, наверное, что это какая-то была установка Онура Джинелла на быстрый гол. Мне кажется, нет тренера, но во всяком случае я, когда занимался футболом, пусть там на любительском уровне, на детском, но я не помню, чтобы мой тренер говорил мне, так, смотрите, значит, не забиваем до семьдесят четвертой минуты, а потом устраиваем настоящий ад. Ну, такого никогда же не было. Я думаю, если вы играли в футбол, то вы согласитесь, что вот этот быстрый гол всегда, всегда, ну, ты выходишь на поле, если у тебя есть возможность забить, если получается контратака, то, конечно, ты постараешься отправить мяч в ворота соперника. Поэтому я думаю, что здесь говорить о том, что это была установка на быстрый мяч. Нет, установка была выиграть любой ценой, я думаю, потому что только победа устраивает Red Bull и надежда на то, что штурм оступится и сыграет в ничью, либо проиграет в матче с Клагенфуртом. Вот эту установку пока что максимально здорово выполняют подопечные Онура Джинелла. Онура Джинелла, тренер, которому пока что 38 лет, достаточно молодой, он ровесник Андреаса Ульмера, который завершает свою карьеру, но при этом Джинелл тренирует давно. Он тренировал детские академии, молодежные клубы в Германии и в Австрии. Вот дорос до исполняющего обязанности Red Bull. Я так думаю, это мое предположение, что если ему удастся из этого кризиса Red Bull вывести и сделать чемпионом несмотря на что, ни на что, а вопреки всему, то приставка исполняющей обязанности уберется из его должности и станет полноценным главным тренером клуба из Зальцбурга. Ну, это, я думаю, логично. Вопрос, удастся ли или нет. По крайней мере, с другой стороны, уже удалось, да, то есть максимум, который должен был сделать, Джинелл сделал. Опять здесь неудачно играет Ласк в обороне. Опять проходной дворка на Т. Но вот на этот раз сокращает угол обстрела Тобиас Лаваль и не дает мячу в третий раз менее чем за 20 минут влететь в сетку своих ворот. Павлович стелется в подкате, как будто это финал Лиги Чемпионов. Хотя до ворот было метров 35. Диамбу практически не видим опорника Рэдбула. Впервые я, по-моему, называю его в игре, потому что, во-первых, чаще играют на половине поля соперника хозяева, а во-вторых, все-таки, если Диамбу и касался мяча, то буквально так, чтобы распасовку сделать и затем дальше занимал место в опорной зоне. По-моему, угловой заработал Койта. по-моему, от игрока Ласка. Это вот предыдущий момент, когда снова в роли ассистентов для своих соперников выступают защитники клуба из Линца. Да, угловой. Канатэ нам показывают и угловой. Помните, к чему привел первый угловой? Да, к голу Секу Койта. Секу Койта. Прошу прощения, все время ударение по-разному ставлю. Секу у него имя, Койта его фамилия. Это точно. Разыграли. Вот такая комбинация и вновь Койта бьет. Вот не зря, да, вот эти скрещенные руки показывал Лука Сучич. Действительно, заготовка. Разыграл Сучич с глухом. Покатил под удар Малийцу. Пробил Койта, но не точно его так схватился за голову Флавиус Данилюк. На самом деле, там было высоко и далеко от ворот. Вот так быстро, легко для Рэдбула, нелегко для Ласка. Пролетели 20 минут этой встречи. Сучич запросто был хороший и зрячий. Почему-то там два игрока и Конотей и Шимич готовы были получать этот мяч. Павлович сегодня, ну, просто бульдог. Переусердствовал здесь, конечно, сербский защитник в контакт с Джорджем Белло, но до этого не дал себя пройти флекеру. С другой стороны, возможно, умышленно переусердствовал, чтобы показать, что ты не пройдешь. Вален Бериша у мяча опытный 31-летний косовский албанец, который играл долгое время за сборную Норвегии, но вот когда UEFA разрешила играть в сборной Косово, он играет за сборную Косово и выполняет великолепную передачу на Филиппа Цирайса, но Вальтер Альтман говорит, что этот мяч засчитывать нельзя. На газоне Страхиня Павлович. И давайте ждать повтора, посмотрим, что там было. Оффсайда здесь не было никакого. Цирайс не участвовал в столкновении, вот отсюда будет хорошо видно, Павлович бежит между двоих. Слушайте, а я здесь ничего не увидел, по-моему, там наоборот даже Павлович фалил, если честно. По-моему, это чистый гол. но даже к монитору не пошел и не позвали Вальтера Альтмана. Возможно, я что-то упустил. Вот, давайте еще раз смотреть. Ну вот, а, ну попали, да, по лицу Павловичу. Попали. Это Филипп Стойкович. Стандартная ситуация, да, к которой уже пора привыкнуть. Вот эти непроизвольные отмашки. Просто, когда человек бежит, у него руки заходят назад. Так на уроках физкультуры учат, а там оказывается чье-то лицо. Вот, вот, все просто. И как с этим быть, пока никто не понимает. То, что пока уже достаточно давно, уже сколько сезонов такие фалы ставится. Вот здесь действительно нарушение правил. здесь без вопросов. Это не случайность. Не просто рука пошла на размах. Это нарушение правил удар по ногам. И поэтому Red Bull пробьет штрафной. Давайте еще раз смотреть. 31 номер. Все, внимание на него. Вот сейчас раз. Да нет. Не знаю. думайте сами, решайте сами. Но, я скажу так, да, все-таки я должен иметь какую-то позицию нерасплывчатую. Если бы я был арбитром, главным арбитром встречи, я бы этот гол защиты нарушил. Либо я уже действительно должен сходить на прием к врачу-окулисту. Может быть, я не туда смотрел, что здесь творят игроки Red Bull. Может быть, я не туда смотрел и не увидел Фола против Страхиньи Павловича. Очень странные сейчас действия. Не то, что не согласованные, вроде бы с голосом выходил из ворот Тима Форн. Учитывая, что за 31 год жизни и долгую вратарскую карьеру этот немец наверняка научился кричать что-нибудь, потому что кричать слово «я» по-немецки «их» это не очень удобно. А вот здесь точно гол. И это уже не отменить. Санусиба на 25-й минуте сокращает отставание Ласка до минимума к радости своих болельщиков, которые большим десантом сегодня высадились на Red Bull-арене в местечке Вальс-Зиценхайм. Или это Моза Сусор? А я Санусиба записал авторы забитого мяча. Смотрим еще раз. Да, это Моза Сусор пахнул с линии штрафной поворотом. И Тима Хорн не справился. 2-1. Третий гол в сезоне для нигерийского вингера Ласка. Ну а вот засчитает тот мяч Филиппа Цирайса Вальд Райтман и была бы уже ничья 2-2. Интересный, интересный матч. И вот сейчас уже, мне кажется, Red Bull будет осторожничать и нервничать, потому что особенно на своей плане поля, особенно вот в таких ситуациях уже помните, что все началось с чего? С вот этой несогласованности в действиях вратаря и защитника. Точная передача здесь вернулся в оборону Флориан Флекер и ее перехватил. 27-я минута встречи. Уже 3 забитых мяча, точнее 4, если брать и отмененный гол Цирайса. Очень насыщенная пока что программа встречи. Надеемся, что так и будет дальше. И при этом не сказать, что без защиты играют обе команды, что защитники где-то на перекуре. Нет. Просто нападающие в этих моментах играют лучше, креативнее и точнее. Данилюк передает мяч вратарю. Славиус Данилюк и вновь потеря. Вновь сами же мяч отдали сопернику. хозяева поля Толоверов Бериша. Бериша. Нарушили правила. Это Лука Сучич уронил Джорджа Белло. Желтой карточки, я думаю, здесь Вальтер Альтман не будет давать. Штрафной назначит без сомнений. Бериша. Итак, смотрим подача Бериши. Мяч прилетает в Тима Хорна. Похожий розыгрыш, да, который привел к опиненному голу. Ласк сейчас явно на кураже. Ласк сейчас явно интереснее, но вот здесь контратака падает. Игрок Ласка 3 в 2 бегут. Какой-то неудобная передача ему от Рока Шимича досталась. Мне кажется, ранор остался с мячом сын легендарного хорватского футболиста. Еще бы шаг второй и было бы, оторвался бы и Секу какой-то и Карим Конате наверняка бы открылся. Но теперь ответ Ласка. Здорово. Бериша может выкрутить. Сажает на пятую точку Данилюка. Белло вдоль ворот простреливает, а там Санусиба считает ворон. Должен закрывать дальнюю штангу, но сразу видно Санусиба хоть и арендован в Редбуле, но при этом в Редбуле из Лейпцига, но явно в футзал никогда не играл. Не знает, что надо закрывать дальнюю штангу и ждать туда прострелы. Вален Бериша будет подавать. Конечно же свистят трибуны. Не нравится им то, что Редбул отдал бразды правления соперникам. Вот такая подача Бериши не проходит. Не находит адресата. будет из-за боковой усор бросать. Мяч вышел. и будет бросать из-за боковой ласк. Полчаса позади. Анур Джанел. Внимателен. Таудагин Дони. Точная передача Толоверов. Есть перед ним простор. Надо переводить налево, но не увидели Джорджа Белло в какой-то веке игроки Ласка и в итоге их накрыли. Санусиба вышел из-под прессинга через крайнего защитника. Точнее, через одного из защитников. Все-таки в три защитника играет Ласк. Таких латералей нет. Скорее, это Санусиба и Джордж Белло. Не сказать, что высоко прессингует Рэдбул. Но вот видите, Филипп Цирайс решил еще раз вернуть мяч в Ротарию. Никак не могут перейти половину поля футболисты Ласка. Хорн. Здорово, как вышли-то из обороны. Да, и опять провал у Ласка. Ай, поспешил Канатено здесь Секу Койта добежал. И вот такая передача абсолютно один. Оскар Глув. И чуть ли не лицом Филипп Цирайс преграждает путь мячу. как же так? Ласк. Томас Дараш в раздевалке. Я не знаю, я оборвал и металл. как, посмотрите, здесь никого нет. Еще вот так посмотрел и тут нашел игрока спокойно абсолютно Секу Койта. А не в руку ли мяч попал Филиппу Цирайсу? Вальтер Айтман показывает угловой. Но мяч-то, мне кажется, в руку попал пятому номеру. Альтман показывает, что неумышленно, да, не увеличивал корпус тела, просто уклонялся. Филипп Цирайс, но здесь так не работает. По мне, так корпус тела увеличил, площадь тела, прошу прощения, увеличил Филипп Цирайс этой выставленной рукой. Пусть и явно неумышленно, но это, знаете, во дворе, так говорили, неумышленно, а есть правило. Вот видите, он спрятал сначала руку здесь, Клукинедер, сразу за спину, а Цирайс не стал прятать. В итоге мяч попал в руку, а летел в ворота. И не факт, что Тобиас Лаваль бы его отразил. ждет подсказки Алана Киаса, рефери Вар, Вальд Ральтман, но если что, пойдет к монитору 39-летний арбитр. Все ждут. А мы смотрим еще раз. Усор, Толоверов, обратная передача и удар вот с этой камерой мы еще не видели. Просто, видимо, не был готов Тима Хорн к тому, что так быстро и хлестко пробьет нигерийский вингер, потому и не отразил мяч. Ну что, угловой 11-метрового не будет. Лукас Учич отправляется к флажку. Подача. Центр штрафной. Удар. Гол! 3-1! Страхинья Павлович! Ну, посмотрите, как здорово сегодня реализуют угловые удары футболисты Редбула. Страхинья Павлович! Еще в прошлом сезоне его сватали куда-то из Альцбурга, но он пока здесь. И сегодня сербский центральный защитник проводит свой 71-й матч за Редбулл и забивает свой шестой мяч. Прекрасный удар. Альцбург Ну, что ж, вновь комфортное преимущество. Третий гол в сезоне у Страхиньи Павловича. Шестой гол в своей карьере за Зальцбург. 3-1! Ну, и традиционная перекличка Диктора и трибун на Редбулл-арене. Редбулл 3, Ласк 1. Спасибо, пожалуйста. В переводе с немецкого сейчас прокричали трибуны в ответ Диктору на арене. Ответ Ласка. Ну, что ж, прекрасный первый тайм и еще играть 8 минут основного времени плюс сколько добавит, как вы думаете? Я думаю, Вальтер Райтман минутки две, а то и три может добавить к основному времени первого тайма. Еще один провал в обороне. Канатея. 4-1! 4-1! Роко Шимич! Редбулл громит Ласк! Редбулл громит Ласк! И все это опять, да? Вот такие всплески. Сначала два гола за минуту седьмая и восьмая. Теперь 36-я, 38-я. Вслед за Страхини Павловичем забивает Роко Шимич. Ну, как же так проваливается в обороне Ласк? Я думаю, что теперь будет очень сложно. Два мяча было забить сложно. Три так тем более. Смотрим. А не было ли здесь положения вне игры у Роко Шимича? Вот это сейчас будет изучать Вар. Он отдал эту передачу пяткой. Получил затем... Здесь не было положения вне игры. Нет. И вновь Тобиас Лаваль просто прошил его Кариб Канате. Но давайте не будем спешить. Возможно, мяч будет отменен из-за положения вне игры у Роко Шимича. Я ждем. Пирог на хруст лет 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 Ну да Идет Идет видеопросмотр Ну вот тут По-моему это положение вне игры Я думаю, что сейчас отменят Взятие ворот Рока Шимича Итак Приветствуем всех тех, кто только что присоединяется к нам В матче Red Bull Зальцбург-Ласк 32-й тур Чемпионата Австрии по футболу 40-я минута завершается И сейчас, скорее всего, отменят Четвертый мяч Хозяев Рока Шимич его забил Но при этом, на мой взгляд, был он изначально в положении вне игры Ждет Вальдер Альтман Главный арбитр встречи Решение своего коллеги Алана Киаса Который сегодня помогает ему В качестве видеоассистента Но и так, и так, честно скажу Очень все не очень У Ласка Сначала за одну минуту пропустили два мяча В начале матча Да, положение вне игры Положение вне игры Четвертый мяч отменен На седьмой минуте Секу Койта Открыл счет И спустя минуту на восьмой Лука Сучич сделал счет 2-0 Да, видите, здесь находился в положении вне игры Рока Шимич Никих вопросов быть не может Затем Был отменен гол Филиппа Цирайса Который, на мой взгляд, был забит Гораздо более чистый Чем вот этот мяч Рока Шимича На двадцать пятый Мозес Усор Все-таки сократил отставание в счете до минимума Сделал счет 1-2 Но на тридцать шестой минуте Страхиния Павлович После подачи углового Головой отправил третий мяч В сетку ворот Ласка И спустя две минуты Рока Шимич четвертый Который, к счастью, для болельщиков И команды из Линца Отменили Но не то, что к счастью Отменили его по букве закона Было положение вне игры Напомню, что Рэдбулу нужна только победа И они мчатся И еще одну контратаку Конотэ штрафной убирает Соперника Сучич Сучич Да что же они решили Завести просто мяч, что ли, в ворота Но это уже, знаете, такой кураж Когда просто без обороны сейчас играет Ласк Да, по-моему, обе команды играют Без центра поля Флекер подключает Джорджа Белла Белла убирает под себя Но поехала опорная нога И потерял мяч Американский полузащитник Ласка тут же Контратака Рэдбула Секу Койта Некому отдать Так вот Напомню, что это заключительный тур Австрийской Бундеслиги Сезона 2023-2024 Рэдбул оказался в таком положении Когда ему необходимо только побеждать Что он пока и делает А при этом надо надеяться, что В параллельном матче Штурм, который у себя дома в Граце Принимает Аустрию из Клагенфурта Команду, которая идет сейчас на шестом месте И не попадает Единственная из этой группы Чемпионского плей-офф Ни в какие Еврокубки уже точно Надо, чтобы Штурм не выиграл Проиграл или сыграл в ничью Мы договорились, что я не буду говорить Счет параллельного матча Кому надо тут посмотреть в интернете Или переключиться быстро на телеканал Старт Где параллельно идет трансляция В общем, пока что Рэдбул делает все от него Зависящее для того, чтобы Стать в одиннадцатый раз подряд Чемпионом Австрии 43-я минута завершается Очень быстро пролетел этот первый тайм Прекрасно, да? По сути, мы увидели Шесть забитых мячей Два из которых Отменил Рефери встречи Вальтер Альтман Но если так продолжится И во втором тайме То я думаю, что Рекорд результативности Этого сезона В австрийской Бундеслиге Можем и побить Пока что Ласк А так контратакует? Нет Вот этот спад Рэдбула Который наблюдался в середине тайма И которым воспользовался Ласк Забив два мяча Один из которых Еще раз, напомню, отменили Все, этот спад прошел И теперь Рэдбул вновь Как энерджайзер Ну, как, собственно говоря Человек, который Выпил продукцию Титульного спонсора команды Безостановочно Носится на чужой половине поля Толкают здесь Рокоши мяча Но считает, что не было нарушения правил Вальтер Альтман И ждем, сколько добавит Главный арбитр К первому тайму Я думаю, что не меньше трех минут Он должен добавлять Но посмотрим, так ли это будет Или нет Лукин это Цирайз Вновь, Лукин Эдер Пошла последняя минута Первого тайма Спасибо Мозе Сусор Ириша Вот впервые за долгое время У Ласка такой длительный контроль мяча Неточная передача Толоверова Беллу приходится опуститься Ближе Центральной линии Лукин Эдер И уже мяч на половине поля Ласка Рэдбул всем составом На своей половине поля Неточная передача На перекладе играет По-моему, это Оскар Глух Цучич Три минуты, да Как мы с вами и предполагали Три минуты добавляет Вальтер Альтман Ко времени первого тайма Чисто играет в подкате Толоверов Я думаю, это понимал И сам игрок Зальцбурга Первая минута позади Но вот теперь немного успокоились Полисты Рэдбула И опять посмотрите Какой провал в обороне Сколько свободных зон У Ласка Сейчас неточная передача На Шимич И можно было Поаккуратнее сыграть Шимич не проходит И за боковой Будет вводить мяч в игру Игроки Рэдбул Данилюк Что-то там расставлять какие-то Как в шахмату Своих товарищей по команде Флавиус Данилюк Данилюк И сразу сцепился Данилюк С флэкером Я не знаю, что здесь так налетели Флэкер-то не прав Другой вопрос Может быть что-то сказал Флавиус Данилюк Вот Лука Сучич Который После Андреаса Ульмера Многоопытного Стал капитаном А ему всего 21 год Отводит сейчас Флавиуса Данилюка И Флориана Флэкера И обоим игрокам Желтую карточку предъявляет Вальтер Айтман Это кстати первые горчичники Не только в сезоне Как у Флавиуса Данилюка А вообще в этом матче Флэкера третий В сезоне карточка Ну и сейчас Вот этим штрафным Будет завершаться Первый тайм Давайте еще раз посмотрим Ну о чем здесь речь Ну Откровенный прыжок В ноги Ну и Флэкер-то Флавиус Данилюк Видимо так и сказал Что еще раз Ты вдруг прыгнешь мне в ноги Я тебя без них оставлю Да, никакой фаерплей Но я думаю Каждый, кто играл в футбол Эти эмоции испытывал А что ему надо было сказать Ой, спасибо Флориан Флэкер Можно еще раз мне в голеностоп Врезаться Я думаю, что нет Итак, подача Сучич на дальнюю штангу Удар Доходит До адресата Да Канате С ростом 178 сантиметров В итоге Пробивал Пока что без забитого мяча Сегодня лучший бомбардир Этого сезона Австрийской Бундеслиги И дает свисток на перерыв Вальтер Альтман 3-1 После первого тайма Рэдбул Зальцбург В матче 32-го тура Уверенно ведет У Ласка Отправляемся на перерыв Вместе со Страхинием Павловичем И через 15 минут Продолжим Возвращаемся мы Вместе с вами в Зальцбург На Рэдбул арену Где только что стартовал Второй тайм Матч 32-го тура Заключительного тура Австрийской Бундеслиги Сезона 2023-2024 Счет на ваших экранах Рэдбул ведет 3-1 У Ласка В матче В котором ему необходимо Только побеждать Если команда хочет В 11-й раз подряд Стать чемпионом Австрии Напомню, что в параллельном матче Играют штурмы Аустрия Клагенфурт Там штурму необходимо Дома Тоже только победа Особенно при таком раскладе Да, когда Рэдбул побеждает Но результаты я сегодня Не называю Если только не покажут Их сами графикой Австрийские режиссеры трансляции Потому что параллельно с нами На телеканале Старт идет Прямая трансляция матча Штурма Аустрия Клагенфурт Плюс, я думаю, у всех В 2024 году Есть интернет Есть приложение На смартфонах Где можно посмотреть Счет любого матча На планете Земля Давайте пока напомним вам Составы играющих команд Начнем с хозяев Тем более, что у них Изменений, в отличие от гостей После перерыва нет В воротах Рэдбулла Под тринадцатым номером Тима Хорн В обороне Двадцать девятый Дауда Гиндо Тридцать первый Страхиня Павлович Шестой Самсон Байду Двадцать пятый Флавиус Данилю Полузащитники Десятый Лука Сучич Двадцатый Секу Койта Пятнадцатый Мамади Диамбу Тридцатый Оскар Глух И в нападении Карим Канате Девятнадцатый Рока Шимич Двадцать третий Онур Джинел Исполняет обязанности Главного тренера команды Из Зальцбурга Ласк В воротах Тобиас Лаваль Под первым номером Трио обороны Феликс Лукинедер Тридцать третий Филипп Цирайс Пятый Филипп Стойкович Играл под двадцать вторым номером Вместо него появился Лени Пинтор Под девятнадцатым После перерыва Это единственная замена Пока что в нашем матче Полузащита Ласка Второй номер слева Джордж Белло В центре Вален Бериша Четырнадцатый Максим Толоверов четвертый Санусиба Справа под двадцать пятым номером Трио нападения Ласка Двадцать девятый Флориан Флекер Девятый Марин Любичич Семнадцатый Автор единственного Гола гостей Мозес Усор Исполняющий обязанности Тренера Ласка Томас Дараш Ваш комментатор Виталий Мазаев Ну и давайте быстренько Для тех кто только что К нам присоединился Вспомним как Развивались события В этой Прекрасной встрече На седьмой минуте Секу Койта После углового Открыл счет Спустя всего лишь минуту Лукас Сучич Сделал счет 2-0 Затем Филипп Церайс Один гол Отыграл Но его не засчитали Поэтому Поэтому только гол Мозеса Усора На двадцать пятой Минуте Стал первым Для Ласка Первым Засчитанным Так счет Стал 1-2 На тридцать шестой Страхиня Павлович После углового Только уже С левого фланга Перевел мяч Головой В сетку Ворот Лаваля И счет Стал 3-1 Затем Через две минуты Рока Шимич Забил четвертый Но до этого Он был в положении Вне игры Поэтому Вальтер Альтмун Которого я тоже Представляю сейчас Главный арбитр встречи Посовещавшись С видеоассистентом Маланом Киасом Это взятие ворот Справедливо отменил А вот теперь Нет положения Вне игры У Шимича Удар Лаваль отбивает Перед собой И дальше уже Защитники выбивают Мяч за Пределы штрафной площади Ласка Так вот 3-1 При двух Незащитных мячах Прекраснейший Первый тайм Очень быстро Он пролетел Но сейчас будет Желтая карточка Показана Рока Шимич Абсолютно Ненужная На мой взгляд В центре поля Никакой там Опасной Клондратаки И в помине Бы не было Это вторая Желтая карточка Для игрока Рэдбула До этого В первом тайме Флавиус Данилюк Ее получил Обоюдно С Флорианом Флекером Еще раз Смотрим Удар Рока Шимича И здесь Точно В Тобиаса Лавале Мяч полетел Вторая желтая карточка В сезоне Для хорватского Нападающего Рэдбула Ну я думаю Больше трех Точно не буду Рэдбула 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 Северный Рэдбула 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 Пять минут позади во втором тайме. Пока что без изменений в счете. Но помним, что в первой половине встречи на седьмой минуте случилось взятие ворот. Так что давайте внимательно через минуту посмотрим. Тем более атака Зальцбурга развивается. Сучич вытесняют потихонечку к центральному кругу их игроки Ласка. Но здесь пришлось нарушить правила на Флавиусе Данилюке. И вот она, седьмая минутка. На ТЭП, по-моему, сам не ожидал, что мяч к нему отлетит. Неаккуратно разворачивался лучший бомбардир австрийской Бундеслиги. И схватился за голову, потому что пока что он без забитого мяча сегодня. Но, правда, угловой. И так же, да, седьмая минута. Только теперь не первого, а второго тайма. И так же угловой. Вот он, Секу Койта. Карим Канатэ, Рокошимич. Все распредаются. Лука Сучич будет подавать. Но не все так быстро. Вальтер Альтман увидел опять какую-то словесную перепалку. Там Марин Любичич и Самсон Байду что-то не поделили. Сейчас главный арбитр расскажет им, как себя нужно вести. И так смотрим. Подача Сучича нет. Разыграли с Оскаром Блухом. Сучич никто опять не встречает. Вот так шведой вырезает мяч на дальнюю штангу. Хорватский полузащитник и еще один угловой. Мы сейчас с вами увидим. По угловым это будет пятый, кстати, сейчас угловой Редбула. У Ласка всего один пока что за эти 52 с лишним минут. Канате. Павлович в атаке. Вот так. И, кстати, мяч-то шел в крестовину. Карим Канате мягко его забрасывал. Лаваль сегодня не так однозначно играет. На мой взгляд, в первых двух мячах он ошибался. Ну, если не ошибался, то играл недостаточно уверенно. С нижним разыграл только словами. Мяч. Флекер. Здорово поставил корпус Секу Койта. Оскар Глух. Оскар Глух будет бить. Удар. Все грамотно. Бил низом в дальний угол. Израильский легионер Редбула. Но не точно. Не успевает раз за разом оборона Ласка за вот этими контратаками Редбула. Как будто на разных скоростях едут две эти машины. Редбул на четвертой. Иногда переключаясь на пятую. А Ласк, ну, где-то на третьей, знаете, так спокойно. Никуда не торопится. А надо бы. И вот. Павло. Павлович Диагональ туда на Карима Коноте И точно Коноте один в один Не прошел Филиппа Цирайса Красиво А самое главное эффективно И здесь Мозе Сусор между ног прокидывает мяч Мамади Диамбу Но Страхинья Павлович Он сегодня настроен просто запредельно И мяч забитый И как он отрабатывает в обороне И даже в центре поля Выгрызает эти мячи Вот казалось бы это задача Мамади Диамбу Как опорного полузащитника Но его сейчас очень легко обыграли Сразу три малийца на поле у Рэдпула Это Дауда Гендосик Секу Койта И Мамади Диамбу Еще и два малийца на замене Менедор Желес и Мусаео Так что при определенном раскладе Сразу пять игроков из Мали Могут появиться на поле в футболках Рэдпула Но сегодня Видите как скаутский отдел Внимательно следит именно за выходцами Из этой африканской стороны В Зальцбурге Получается так За боковой будет бросать Как раз таки один из малийцев Дауда Гендо Ему 21 год Вообще Команда В Зальцбурге Очень молодая Средний возраст Стартового состава Сегодня 22 года и 5 месяцев Представляете При этом Если бы не Тима Хорн Который родился В 1993 году Вратарь Все остальные Кроме Секу Койта Еще который родился В ноябре 99 Все остальные 9 игроков Родились в 21 веке У Рэдпула Гиндо 2002 Павлович 2001 Байду 2004 Данилюк 2001 Сучич 2002 Диамбу 2002 Глух 2004 Канате 2004 Шимич 2003 Поразительно просто Фантастический Молодой состав Ласк 26 лет И 2 месяца Средний возраст И всего 4 игрока Которые родились В 21 веке В составе Ласка Ну Лаваль И Толоверов Родились в 2000 году Это вот Если следовать Букве правил Все-таки еще 20 Заводит трибуна Карим Канате Очередной угловой У ворот Ласка Оскар Глух Пошел подавать Нет, все-таки Лукас Учич Это его Удел Его Вотчина Ну и тем более Сейчас Рядом Родная Трибуна Запасные Все здесь Подача Чей подбор Подбор За Азальцпург Шимич Немножко Немножко Никуда смещался Нет, нет, нет Здесь Ни о каком 11-метровом И речи быть не может Завалился Рокош Имич Понимая, что Дальше ему не пройти Ну а здесь Ну а здесь Нарушение правил Тем более На глазах Линейного арбитра И сейчас Томас Дараш Успокаивает Мозеса Усора Смотрим Еще раз Ну нет Нет Оттеснил В пределах Правил Абсолютно Санусиба Рокош Шимич А вот здесь Канате прорвался Сквозь Цирайса Показывает Что было Нарушение И это видел Вальтер Альтман Это 11-метровый Который зарабатывает Карим Канате За счет своих Быстрых ног Ивуарец Ушел От Филиппа Цирайса Цирайс показывает У меня Разбита губа Не попали по лицу Но давайте смотреть Еще раз Вот так Вот так Просто нагнувшись Да Пригнувшись Канате уходит От Цирайса Ну Вот здесь явно Придерживал И здесь хватал Но вроде Не так сильно Есть Вар Я напомню Который сейчас тоже Изучает этот Эпизод Но вроде как Видели Сейчас Вальтер Альтман Показал Что зацепил Ты ногой Давайте еще раз Смотреть Ну здесь Хватал Прихватывал Но не так сильно Да Вот 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 На он Да Падая Цирайс Задел ноги Карима Конате И сбил 20-летнего Боевуарийца Лукас Лукас Луки Сучича И в других Чемпионатах Возможно В Редбуле Лейпциге Но Поживем Увидим Здесь идеальное Исполнение 4-1 Становится счет И по-моему Шансов У Ласка Ну вот За эти полчаса Даже с учетом Добавленного Времени Вряд ли По такой игре Команда из Линца Забьет Зальцбергу 3 Дубль Луки Сучича 4-1 63-й Минута Стартует Я думаю Что сейчас Пойдут Замен И у тех И у других У одних Потому что Надо что-то Менять Имея ввиду Ласк У других Потому что В принципе Результат Сделан И можно Красиво При домашних Трибунах Проводить И поблагодарить За сезон Но Хотя конечно же Редбул Сейчас Нервничает Потому что Свою Часть Миссии Они Не выполнили И все Теперь зависит От того Как сыграет Штурм В параллельном матче Ветер Пассажир И Мадридский Реал Заранее Все решит Оскар И что самое Главное И за что Хочется Отметить И поблагодарить Игроков Зальцбурга Что они Даже Забив Четыре Не выключаются И продолжают Свой натиск Ну тем более При родных Трибунах Отличное настроение Мы видим Да Сейчас Даудагин До Так отбил Ладошку Ануру Джанеллу Нашел Сразу же Общий язык С командой Этот 38-летний Наставник И это видно Потому что Игра Рэдбула Действительно Изменилась В лучшую сторону Этот кризис Из-за которого И оказались В такой Скользкой Пограничной Ситуации Быки Миноват Оскар Глух Оскар Глух Он в штрафной Прострел Подбор Шимич Лаваль Отбивает Коноте Удар Нет Это угловой Да Ласк В нокауте Нет Ладно В нокдауне Но в таком Тяжелом В котором Минувшей ночью Был Тайсон Фьюри В девятом Раунде Боксерского Поединка С Александром Мусиком Если смотрели Если нет Ну просто Представьте Такой тяжелый Нокдаун Стоячий На ногах Вроде бы Но при этом Отбивается Из последних сил Ласк Он уже пробивал Эту комбинацию Мы видели В середине Первого тайма И тогда Так же Неудачно С левой Выше ворот Пробил Малеец Который Завершает Свою карьеру В Зальцбурге В Рэдбуле Перед игрой Ему подарили Такой Красивый Букет И в своем Последнем матче Забил Секу Койта И открыл счет Напомню Сегодня Опять с мячом Катит наглухо Сегодня 106 матч Путылки Зальцбурга У Секу Койта Это Карим Канате И его 20-й гол В сезоне Лучший Бомбардир Зальцбурга Лучший Бомбардир Австрийской Бундеслиги Обладатель Кубка Африканских Наций 20-летний Карим Канате Делает счет 5-1 И сразу же Танцует С Мусой Ео Ну что ж Так Зальцбург Сегодня куражится По полной программе Красивая цифра 20 Это не номер На спине Карима Канате Там-то у него Как раз-таки 19 Это Количество Забитых им Мячей В этом сезоне Австрийской Бундеслиги Оскар Глуп В ассистентах И там еще Небольшой Рикошет От ноги Защитника Ласка Был Но это уже Не важно 5-1 20 мячей И ждем Ждем Предложений Пока что Не так дорого Стоит Карима Канате Всего 15 Миллионов Евр Ну вот И титр Подтверждающий То что Это был 20 мяч Карима Канате В этом сезоне 5-1 5-1 Задача уже Даже Перевыполнена Мне кажется Я сейчас Ради интереса Посмотрю Когда в последний раз Зальцбург Забивал 5 мячей В чемпионате Австрии Ну так Ради интереса Да недавно Да Сразу Посмотрел 12 мая Неделю назад Когда Разгромил Харпер 5-1 Там Хет-трик Кстати Карима Канате Гол Секу Койта И Рокошимич Забивали Причем Я этот матч Комментировал Поэтому Такой И сделал Заход На интриг В втором матче Подряд Забивает 5 мячей Зальцбург А всего Уже 72 гола В этом сезоне На счету Редбула В 32 встреч Больше Двух мячей За игру В среднем Нарушили Здесь правила Довуда Гендо На газоне 69-я Минута Стартует Он Урджинел Пока что Но Выглядит Как человек Который Не Хочет Кого-либо Менять Давайте про запасных Расскажу Йонас Крумрай Запасной Голкипер Под 41-м номером У Редбула Алекса Терзич Третий Петер Радков 21-й Умар Соле 22-й Люка Гурнадуа 27-й Ненедер Желез 45-й Мусаео 49-й А вот у Ласка Замена происходит Моза Сусор Поле Покидает И вместо него Бранко Йовичич Под 18-м номером 31-летний серп Появляется Это уже вторая Замена у Ласка И осталось только Сколько у них На замене По сути 4 полевых И вратарь Йорк Зибенхан А так Роберт Джуль Элиас Хавель Лукас Кападо И Лука Вимхофер Вот кто еще может появиться Из полевых игроков В составе Ласка Очередной угловой У Редбула Снова Оскар Глув И Лука Сучич У углового флага Это 9-й угловой Редбула В матче Да, Ласка Вообще Когда последний раз Был на чужой половине поля Кто-нибудь помнит Вот такой удар А почему бы нет Секу Койта И показывает Что кто-то из игроков Ласка мяч задел Так Внимание Изменения в турнирной таблице Как бы ни старался Редбул Штурм забил Уж простите Я не говорил Но видите Турнирной таблице И видите лица Болельщиков Редбула Которые узнали Эту информацию И сейчас Им надо болеть За Аустрию Клагенфорд Им надо делать так Чтобы штурм Пропустил И счет вновь Сравнялся Иначе Вся эта фееричная Победа Не будет стоить Ничего Сейчас будет Очередной угловой Карим Канатэ попадает В живот Сбивается Дыхание Десятый угловой Сейчас будет Но К Лукинедеру Конечно Надо подойти Справиться о его состоянии Встал на защиту Своих ворот Капитан Ласка Грудью Можно сказать Закрыл Ну а теперь Смотрим Десятый угловой Зальцбурга Семьдесят первая Минута завершается Подача слева И на выходе Вновь не очень Уверенно играет Лаваль И пожалуйста Вынимай 6-1 Дубль Секу койтап В своем Прощальном матче За Рэдбул И бежит К трибуна Но его-то можно Наградить аплодисментами Он это заслужил 6-1 Блестящий удар С левой ноги Из-за пределов Штрафной Да Ну Тобес Лаваль Сам виноват Играет он сегодня Откровенно говоря Из рук Вон плов Смотрим Еще раз Подача И Какой уже мяч Забивают Третий Четвертый После розыгрыша Углового Вот так же Первый свой гол Забивал только Из пределов Штрафной площади Секу койта Ну и В своем 106-м матче За Рэдбул Зальцбург Секу койта Забивает Свой 43-й 42-й И теперь уже 43-й гол За клуб Секу койта Восьмой гол В сезоне 43-й В карьере За Рэдбул 6-1 Но все Это не важно Потому что Вот этот отрезок Да Когда В трех матчах Подряд С Клагенфуртом С Штурмом И с Рапидом Всего одно очко В трех матчах Набрал Рэдбул А Штурм-то Как раз-таки Наоборот Давно Не проигрывал Да В чемпионате Австрии Последнее поражение У Штурма Как раз-таки От Рэдбула 31-го марта И с тех пор 4 победы И 3 ничи 15 очков В 7-й матч Замена Требуется Показывает Что Вален Бериша Не может Продолжить игру И Замена То есть Сейчас Быстро Произдут Замены Так вот В 7 последних матчах 15 очков Набрал Штурм А Зальцбург В 7 последних матчах Что-то серьезно Видимо У Валена Бериши А Зальцбург В 7 последних матчах Набрал 8 очков 15 очков И 8 Есть разница Разница серьезная Так вот Первая замена Первые замены Рэдбула Люка Гурнадуат Нене Доржелес Появится И посмотрим Кого сейчас Томас Дараш Выпустит Вместо Валена Бериши Бериши Настоящий боец Да Видимо Что-то там с коленкой Видите При этом идет сам Слава Богу никаких разрывов Связок нет Вален Бериши Опытнейший игрок 31 год Я думаю Он хорошо знаком Любителям футбола За свою карьеру Как я говорил Поиграл и за сборную Норвегии Сейчас Лукас Кападо Выходит Вместо Валена Бериши Ну а главным клубом Как раз таки Рэдбулл Зальцбург Был В карьере Валена Бериши За Быков Он провел 233 матча И забил 45 голов Отдал 65 передач Это легенда Рэдбулла Зальцбург Но сегодня Вален Бериша По другую сторону Барика Итак, третья замена Ласка Замена вынужденная Вместо Валена Бериши Появляется Лукас Кападо 20-летний Немец Латинского происхождения Ну а там Анур Джанел Сразу Четверную замену Придумал Как мы видели Да, там Четыре игрока Ждут Своего выхода На поле Я думаю Что сейчас В принципе Практически всех Авторов забитых мячей И заменят Исполняющие обязанности Главного тренера Рэдбулла 15 минут До конца Основного времени Ну и плюс С учетом всех этих замен Забитых мячей Варов Пенальти Травм Я думаю Минут 5 Может добавить Вальтер Альтман А с другой стороны Может не добавлять Потому что Ну а смысл Счет 6-1 Итак, смотрим Давайте Для протокола Все эти замены Для начала Люка Гурнадуат Меняет Рокошимича Дальше Ненетер Желез Меняет Карима Канате Дальше А вот А вот А вот Вижу Петер Радков Вместо Мамади Диамбу 4 замены Производит Анур Джанел Но вот 6 голов Точно давно Рэдбулл Не забивал Если 5 Неделю назад То 6 Уж точно Давно Искать Не буду Думаю Это не столь важно Хорошая передача Оскар Глух Выносит оперативный простор И 7-1 Это разгром Это разгром Первым же касанием Ненетер Желез Делает счет 7-1 По-моему Ласк просто уже Перестал бороться Перестал играть Ласк уже хочет В отпуск Получается замена Сработал Можно сказать И вновь Да Провал В центральной зоне Оскар Глух Не было ли здесь Положение вне игры Вот сейчас Вар будет проверять Если что Второй гол Редбула По одной и той же причине Отменит Вальтер Айтман Уверен Что уже Он на связи С Киасом Который сегодня Помогает Им На Варе Показывает нам Что пятый гол в сезоне У Ненетер Железа А значит Его засчитали Да 7-1 Ну здесь уже 6-1 7-1 Зачем тратить Время На ванн С Время С С С Уже, наверное, бегают и думают, когда все это закончится. Игроки Ласка не такое завершение сезона. Хотели наверняка их болельщики, которые приехали в Зальцбург сегодня. Да, третье место, да, Лига Европы в следующем сезоне, но она будет только в следующем сезоне. А сегодня 1-7. Ласк, напомню, играл в Еврокубках и в этом сезоне. Смотрим он за очередным провалом обороны гостей. Оскар Глух и угловой. Так вот, напомню, что Ласк играл в этом сезоне и в Лиге Европы, в групповом этапе, но не смог пробиться дальше. В группе с Ливерпулем, Тулузой и Юнионом из Сен-Джелуа играл Ласк и занял четвертое место, при этом победив только Юнион 3-0, остальные пять матчей проиграл. Но здесь гостил Юрген Клоп, не здесь, а в Линце, в стадионе Ласка с Ливерпулем. И это уже можно сказать достижение для команды. И в следующем сезоне они вновь в Лиге Европы уже точно сыграют, ну, если пройдут квалификационный раунд. Субтитры создавал DimaTorzok если Штурм победит, я думаю, сегодня не только в соцсетях телеканала Старт, вообще во всех спортивных пабликах будет празднование команды из раздевалки, видео и так далее. Напомню, Штурм последний раз выигрывал чемпионат Австрии в 2011 году. Более того, с 2013 года, когда победила Аустрия Вена, никто, кроме Редбула, чемпионат Австрии не выигрывал. 10 чемпионских титулов подряд и у всего есть начало, у всего есть конец. Параллельно с нами идет матч Штурма Аустрия Клагенфурт. Напомню, на телеканале Старт прямая трансляция. И сейчас все болельщики Редбула молят о том, чтобы Клагенфурт с счет сравнен. Но у Штурма лучшая оборона. Всего 23 пропущенных мяча в 31 встрече забить ему очень сложно. При том, что у Клагенфурта худшая атака из этой шестерки чемпионского плей-оффа. Лучшая оборона против худшей атаки, но звучит не так, чтобы кто-то, чтобы Клагенфурт забил гол. еще одна подача не точно. 83-я минута в нашей встрече. Ну и еще есть, напомню, одна замена у Редбула и сразу две замены у Ласка. Разобрался здесь Самсон Байду с двумя соперниками, но при этом один из игроков Ласка на газоне и Вальтер Альтман останавливает встречу. Поднимается Марин Любичич. Все в порядке с самым дорогостоящим игроком Ласка. Напомню, это 2,5 миллиона евро. Смехотворные, но все же по нынешним меркам футбола оно все же стоит. Я просто уже не знаю, как это комментировать. По-моему, сейчас просто включив форсаж, на Доржелес ушел как от стоящих от Талаверовой компании и просто неудачно обработав мяч Оскар Глух мог отправить восьмой гол в ворота соперника. Те, кто пристально следит за австрийским футболом и в частности за Рэдпулом из Зайцбурга знают эту историю, я рассказывал. Оскар Глух родился в городе Реховат в Израиле, но в семье репатрианта из России Максима Глуха. так что он Оскар Максимович Флэкер не попал. Пять минут еще играть в основном в основное время и, ну, я думаю, минут пять добавит Вальтер Альтман. Хотя, опять же, да, то, о чем мы уже говорили, по такой игре и при таком счете можно и не добавлять эти все положенные из-за пауз минуты, ну, потому что какой в этом смысл. Вновь стоит и ждет, когда мяч прилетит к нему Лени Пинтор, а надо на мяч идти, как учили в детстве. В итоге перехват. Поднялся там Оскар Глух, не пришлось мяч выбивать за пределы поля. Держелес пошел один на троих, Джордж Белло здесь играет просто на вынос. и сейчас еще одна замена. «Секу Койта», сыгравший свой последний матч за «Рэдбул» Зальцбург. 106-й матч в карьере за «Рэдбул». Напомню, с 2018-го года Малиец был в системе Зальцбурга и даже Тима Хорн пришел здесь его обнять, прибежал на чужую половину поля. Молодой еще «Секу Койта», ему 24 года, поэтому ждем, где он продолжит карьеру. Ну а пока очень красиво оформив дубль, причем дубль с игры, двумя прекрасными ударами, забив свой, как я уже говорил, 42-й и 43-й мячи. «Секу Койта» уходит и вместо него под 22-м номером Умар Соле. Также замена, как мы видим, у Ласка Элиас Хавель вместо Марина Любичича появился. пока все смотрели за «Секу Койтой». Томас Дараш тоже провел замен. И еще Лука Вимхофер вместо Феликса Лукинеда. Таким образом, по пять замен оба тренера использовали. Ну и ждем, сколько в итоге Вальтер Альдман добавит. Ведь есть люди принципиальные, да? Немцы, австрийцы, народ такой пунктуальный. Поэтому, если надо пять минут, а то и шесть, то, я думаю, и добавит Вальтер Альдман с него не убудет. Терзич. Подача на дальнюю штангу бежит туда Данилюк, но там Джордж Белло. Нет нарушений, нет, вот теперь все-таки замахал флажком линейный арбитр, как только добрался до мяча Флавиус Данилюк. Нарушение правил. Зафиксирован. Последняя минута, грустит. Оно в Джинелл, несмотря на крупную победу, потому что впервые с 2014 года Red Bull не станет чемпионом Австрии. Сменяемость это здорово, я считаю. Это повод порадоваться за тех, кто добился чемпионства, в данном случае за штурм. Это повод тем, кто упустил чемпионство, подумать, что не так, потому что этот застой конечно замыливается в отсутствии конкурентной борьбы. То, что глаз о развитии. Раньше был Садио Мане, Эрлинг, Холлом, да, кого последнего? Последние три года такого серьезного мировую звезду Red Bull Зальцбург предоставил. Беньямина Шешко, которого сватают сейчас. Ну, может быть, но все-таки Беньямин Шешко при всем уважении это другой калибр по сравнению с Холломом и с Садио Мане. Ждем, сколько добавил Вальтер Айтман. Две минуты, да, ну, вот все-таки здравый смысл возобладал, не стал добавлять, несмотря на 10 замен, пенальти, вар, огромное количество минут. 39-летний рефери, эмоции запасных Red Bull, которые знают результат параллельной встречи. Вы тоже можете его узнать, переключив на фриканал старт или зайдя в одно из спортивных приложений на своем смартфоне. Я думаю, они тоже знают и поэтому особенно не радуются. Так можно уже, наверное, говорить. Штурм впервые с 2011 года становится чемпионом Австрии Red Bull, который выиграл 10 последних чемпионств из 10 и 14 последних чемпионств из 16 сезонов впервые с 2014 года не побеждает в чемпионате Австрии. Ну что ж, сенсация, а то. Но при этом в последнем матче сезона, в последнем домашнем матче громко хлопает дверью Red Bull, показывая, что БК разъярили. Дубль Секу Койта, дубль Луки Сучича, а также голы Страхиньи Павловича, Карима Конате и Нене Даржелес. У гостей, напомню, отличился Мозес Усо. Звучит финальный свисток Вальтера Альтнона. Поздравляем Red Bull с победой в матче, но не с победой в сезоне. Для вас эту игру прокомментировал Виталий Мазаев. Огромное всем спасибо. Ну и увидимся, друзья, всем отличной рабочей недели, которая стартует уже завтра. Ну а пока всем хорошего вечера в воскресенье. Пока-пока.